Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! С вами Джеймс Кок, он же Олег Машкаркин. Новые рецепты, советы от шеф-повара и встреча с удивительным собеседником. Все это в нашей сегодняшней программе. А в гостях у нас сегодня человек, друзья мои, который не нуждается в особых представлениях. Это наш друг, режиссер, эллижианист, актер Амаяк Акопян. Амаяк Акопян. Киноактер? Да. В знаменитых ворах в законе он кукольник. Нехороший человек. В приключениях электроника террорист. И только в «Мастере и Маргарите» Жорж Бенгальский с фокусами и иллюзией. То есть настоящий маг и волшебник. Реальный продолжатель дела своего гениального отца, великого Арутюна Акопяна. И телевизионные спокойные ночи малыши. Тоже чудо, без которого нет советского телеэфира. Уважаемый Джеймс Кок, Сим Салабим, Ахалай Махалай. А теперь, ребята, надо дунуть. Потому что, если не дунуть, чудо не произойдет. Амаяк Акопян. Здрасте, Амаяк. Я вас приветствую. Я очень рад. Это драгоценный алмаз моего сердца. Что вы к нам пришли. Это драгоценная жемчужина моей души. Позвольте мне также по-волшебному поприветствовать вашу волшебную аудиторию. Обязательно. Приветствую вас, уважаемые дамы и господа, леди, джентльмены, матери, героини, отцы, одиночки. Низкий вам колено-чашечный поклон. Спасибо, что пригласили к себе на огонек. В эту уютную, хотел сказать, студию. В этот замечательный, прелестный, волшебный ресторан. Колено-чашечный поклон. И сердечно-сосудистую благодарность примите, что вспомнили про Амаяка, который обожает ходить в гости к хорошим людям. К настоящим волшебникам. А у настоящих волшебников должна быть волшебная палочка. Это вам. Так, понял. Вы позвольте мне украсить наш и без того уже красивый стол. Здесь всего в достатке, но мне кажется, вот... Вот такая деталь нам не тоешает. В интерьере должно быть много цветов. Даже если это искусственные, друзья мои, цветы, и если они даже не пахнут, то это тоже хорошо. В двух словах расскажу, о чём наша, в принципе, программа. Расскажу. Мы рассказываем и общаемся на тему русской кухни. Вот сейчас мы находимся в ресторане, называется «Сударь». Попозже познакомлюсь с шеф-поваром этого ресторана. Он готовит удивительные блюда. Вначале давайте... Знаете, по поводу шеф-повара есть такое замечательное... Анекдот. Это история, которая была с Яншиным, великим русским актёром. Он приезжает с театром на гастроли в какой-то провинциальный, милый городишко. Приходит в ресторан, русский ресторан. Вот он покушал, поел, попил. Потом попросил официанта пригласить шеф-повара. Вышел красивый шеф-повар. И Яншин ему говорит, дорогой мой, позвольте мне вас обнять и расцеловать на прощание. Он говорит, ой, спасибо, спасибо вам большое. Говорит, больше я к вам в вашей ресторан никогда в жизни не приду, поэтому хочу попрощаться и обнять на прощание. Вот, я надеюсь, что здесь такого не происходит. Я вас уверен, я вас уверен, здесь очень всё достойно и очень всё вкусно. Вы сами скажите, вы гурман в принципе? Вы знаете, я принадлежу к той категории людей, актёров, личностей, особей, как хотите называть, которых удивить в принципе в ресторане очень сложно. Каким-то изысканным или простым, волшебно-неволшебным блюдом. Я гастролировал в 65 странах. Можете себе представить, какое количество людей мне пришлось обмануть. Шведов и шведов, французов и француженок, англичан и англичанок, немцев и немок. Непалок и не... Дальше не будем продолжать. Непальцовок. Да. Но из этого большого количества стран, из этого огромного количества блюд. Наверняка же есть какой-то проблем. Мне приятнее всего обманывать своих. И мне приятнее всегда бывать в ресторане, где подают хорошую, вкусную русскую кухню. Я в этом смысле очень простой человек. Я кушаю простую пищу и очень ее люблю. Я родился в многонациональной семье. Папа у меня турецкий армянин. Мама у меня и бабушка из Севастополя. Значит, украинская кровь присутствует, греческая кровь присутствует и русская кровь присутствует. Так что вот на нашем столе хлебосольном всегда присутствовали эти блюда. Русские, украинские, армянские, турецкие, азербайджанские, грузинские. Ну, все кавказские, безусловно. Украинские все, безусловно. Грылка всегда присутствует. Армянский коньяк сочетались замечательно почти в одном фужере. В 61-м году, я тогда был совсем маленьким мальчиком, у нас в гостях был Жан Маре. Моему папе, тогда уже очень знаменитому иллюзионисту, позвонила к нему, обратилась Фурцева, наша министр культуры Екатерина. И попросила принять дорогих французских гостей. Ну, она считала, что так щедро, так вот хлебосольно может принять только на тот момент один советский артист. Это Артюна Маяковича Копян. Так оно и было. Папа поехал в ресторан Армению, там у него был друг шеф-повар, замечательный такой фольклорный, этнографический персонаж. И тот взял целую свиту своих поваров и поварят, и поваренков, приехали домой. На тот момент у нас была трехкомнатная квартира, и они решили спуститься, а было лето, спуститься вниз во двор, натянули шатры, и там жарили шашлыки, барбекю, барана крутили, долму делали, борщами кормили, ватрушками, плюшками и русскими блюдами. Мы, конечно же, угощали дорогих гостей, пирожки были совершенно потрясающие в исполнении моей бабушки, и я до сих пор помню аромат этих пирожков. Вот, поэтому в этом смысле я, конечно, очень, я счастливый человек, я везде был, я всех видел, я выступал, много чего пробовал, много чего выпил, и много чего было. Какое-то одно, есть блюдо, которое вот, вот если были очень голодные, вот прям вот хочется, вот самое любимое есть? Не могу, нет, не скажу, не скажу, я кушаю всё. С какими-нибудь диетами приходится сталкиваться в жизни? Нужно ли это вам, в принципе? Природа и Господь Бог вот тем, что я не полнею, но и тем не менее я всё-таки слежу за собой. Я не могу сказать, что я вегетарианец, нет. Но тем не менее, вот летом в жару я не кушаю, например, мясо. Мало того, я просто равнодушен ещё к нему. Знаете, как мужчина приходит в ресторан, подзывает официант и говорит, «Официант, принесите мне, пожалуйста, мясо с кровью, понимаете, с кровью, с кровью». Он говорит, я понял, 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 какую группу крови желаете? Официант, пожалуйста, принесите мне две курицы и как можно моложе. Я вас прошу, как можно моложе. Он говорит, я бы вам посоветовал взять два яйца. Будьте любезны, прожарьте ещё раз, официант, я прошу вас, пожалуйста, прожарьте ещё раз мою курицу. Он говорит, а чем вам не нравится моя курица? Он говорит, нравится, нравится, но она сожрала весь гарнир. Вот сырое я не ем, не люблю. А рыбу? Рыбу сырую я. Я в Японии в 82-м году приехал на гастроли, и меня пригласил импрессарио, меня и ещё двух солистов, пригласил в фольклорно-этнографический ресторанчик японский. Ну там всё, значит, вот циновочки какие-то, всё на коленях, гейши наливают, что-то в горячей соке, пьёшь её, пьёшь. И не чувствуешь. 20 градусов соке – это что это такое? В России есть понятие водка учебная, 20 градусов, да? Для начинающих, да? Ну вот. То же самое, японская соке – это учебная водка для начинающих, но горячая. А потом принесли рыбку. И я её с удовольствием съел после 300 грамм выпитого соке. Аперитивчик был. А потом мне сказали, что это жутко ядовитая рыба, фугу. Я, во-первых, протрезвел сразу же. И когда мне сказали, что в Японии всего там 10-15 человек, кто может приготовить эту отравленную рыбу, плавающую у них там в море, в океане, то я был жутко удивлён, был потрясён. И дело закончилось тем, что я, приехав в Россию, вернувшись в Советский Союз, крайне редко ел рыбку. Что-нибудь экзотическое? Приходилось такое вот суперэкзотическое пробование? Мы уже выпили, мы уже покушали. Этого риса уже просто есть невозможно было. Принесли огромное блюдо с райскими птичками, как они нам потом сказали. Райские птички. Маленькие нежные птички, напоминающие вот этих воробушек. Наши артисты, проголодавшись на банкете, съедают немыслимое количество этих райских птичек. Один под нос унесли, второй под нос третий. А потом стали интересоваться у нашей переводчицы. Мол, скажите, пожалуйста, а что же это за замечательная такая птичка? Она ведь райская птичка. Потом она всё-таки раскололась и сказала нам, что это летучая мышь. И мы очень любим этих летучих мышек. Вы не представляете, какой вкус, что было со всеми артистами. Проститься с бедой просто нельзя было в течение недели. До кузнечиков каких-то. Дошло до кузнечиков? Но коньяк расширяет сосуды, а водочка связи. И мы всё-таки не нарушили эту традицию. Мы завязали связи с китайским народом. И по сей день дружим, выпиваем и работаем вместе. Как это приятно. А сами что-нибудь готовите? Вы знаете, все мои жёны были балеринами, танцовщицами. Хорошими танцовщицами, хорошими женщинами. Прекрасными, идеальными. Лучше о них не вспоминать. Но тем не менее, они не любили готовить. Танцевать же надо, выходить надо же на сцену. А это же должно всё сгорать, по идее. Но вот у некоторых не сгорало почему-то. А сейчас мы узнаем, какие замечательные три блюда могут приготовить люди, которых вы встретили на улице. Вас пригласили на полинарный чемпионат мира. Какое блюдо вы приготовите? Я? Я очень... Знаете, что делаю хорошо? Я очень хорошо картошку жарю с курицей. А, к сожалению, я не умею готовить. А вы? Борщ. Голубцы. Я с капустой. Ну как? С капустой, с говяжьим фаршем. Если поеду на кулинарный чемпионат мира, я, скорее всего, открою бабушку на кулинарную книгу и приготовлю что-то вот совсем интересное. Но то, что обычно не готовят. Я думаю, что некоторым из наших респондентов первое место на нашем кулинарном чемпионате обеспечено. Кристина. Вот большой поднос, а на нем райские птички. Так, пожалуйста, ладик. Какая красота. С язычком. Жареный, теплый. С язычком. Лисе салата там. Лисе салата? Да, огуречек свежий. Бомидорчик фри и яичко. Заправка макового горчика. Яичко вареное? Желточек куриный. Желточек. Знаете, как два яйца в кастрюле лежат, и одно яйцо говорит другому. Говорит, ты посмотри, десяти минут не прошло, а мы уже такие крутые. Спасибо большое. Я принес свою волшебную книгу. Это кулинарные рецепты от Амаяка Акопяна. Это шикарная энциклопедия. Браво, с газовой плиткой. Это мангал такой, Амаяка Акопяна. Шикарный. Здесь я записываю все рецепты. Рецепты сладкой жизни. Рукописи не горят потому что. Рукописи не горят. Согласен. Посмотрите, рукописи Амаяка Акопяна не горит. Амелька, я предлагаю все-таки попробовать этот салатик. По-моему, очень достойный. Знаете, как в ресторан приходит молодая девушка с молодым человеком, друг на друга смотрят. И он ей говорит, дорогая, я бы тебя сейчас прямо здесь бы всю целиком бы съел бы. Она говорит, я бы тебя, милый, всего бы от ресниц до пят всего бы съела. Официант рядом. Простите, а пить что будете? У меня есть для вас фокус. И в то же время... Вот опять рюмка, и опять пустая будет, я чувствую. Да, драгоценный алмаз моего сердца. Но если вы произносите волшебные слова, то рюмка мгновенно наполняется. Вы выпиваете, накрываете, произносите вновь волшебные слова. Сим, саби, махалай, махалай, абра-кадабра. Сдергиваете, и вновь появляется жизнь. Какая полезная рюмочка. Нам бы на программу такой совсем не помешало. Можно между первой и второй еще шесть можно выпить. Как говорят в России за русским столом. Я расскажу, в чем секрет этого фокуса. Мастер-класс от Амаяка Акапиана в нашей волшебной программе. Для того, чтобы приходить в гости и не напиваться, а бывает такое просто необходимо, вам совсем не обязательно принимать по полстакана масла подсолнечного. Некоторые так борются с алкоголизмом. Или салф. Вам нужно взять волшебную рюмку Амаяка Акапиана, проделать маленькое отверстие, вставить туда спрунцовочку-грушу, такую грушу вы можете купить где угодно, но при многом, но это заточтимо. В любой аптеке. Мало того, я даже пришел к выводу, что витаминов больше всего все-таки в аптеке. Да? Таких ризиновых груш. Она прописана витамина. Вы накрываете платком в свою волшебную рюмку в нужный момент и под прикрытием платка, под прикрытием платка, публика там, да? Под прикрытием платка просто нажимаете на грушку и нужная жидкость появляется в рюмке. Потом вы нежно-нежно отпускаете и нежно-нежно, по-прежнему очень нежно, все уходит в спрунцовочку. В конце 15 века, когда появилась русская водка, стало понятно, что еда делится на непосредственно пищу и закуску. Думаю, что даже трезвенникам объяснять не надо, что это такое. Так вот, для многих эта самая закуска стала главным деликатесом. А между тем, такие прекрасные, селедочка с лучком и картофелем, под маслом, или студень с хреном и горчичкой, или знаменитые соленые грибы. А про икру как не вспомнить? И что, все это закуска? Да, отвечаем мы. Хотя и понимаем, что для иностранца настоящая загадка. Как можно связывать одно с другим? Так и живем в вечном конфликте с остальным миром. И понять настоящую русскую душу порой не можем мы сами. Ну что, по 50? И чтобы дома не журились. Смотрите, Амальяк, перепробовал столько кухонь мира. Еще какие-нибудь кухни оставили? Армянские, неизгладимые впечатления. Грузинские. Это знаете, как в Осетию приезжаю на гастроли, в Северную Осетию, и прихожу в ресторан, прошу, я говорю, ну мне вот, пожалуйста, вашу национальную пиццу. Ну, осетинские пироги. Официант мне говорит, вам с пахпахом или без? Что это? Я говорю, простите, а с пахпахом это как? Он говорит, с пахпахом дороже. Я говорю, ну тогда, конечно, с пахпахом, с пахпахом. Через пять минут огромное блюдо, через весь зал, с третьего ряда на первый, к моему столику, идет официант, дымится, значит, огромное это блюдо, этот пирог, и он произносит фразу пахпах, 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 с пахпахом дороже. В общем, я пришел к выводу, что, конечно же, любой трюк нужно уметь подать, продать красиво. Та же ситуация в любом ресторане. Нужно уметь подавать то или иное... Надо уметь делать праздник. Конечно. Я не говорю о том, что это должно быть шоу, но, тем не менее, как вы правильно заметили, это должен быть праздник. Вы должны быть праздник. А праздник у маяка Акапяна на столе что есть? Вот представьте себе, у меня на столе обычные... Три баночки. Три баночки. Эти аксессуары всегда с маяком Акапяном. Вы же понимаете. Карты не дублируются. Не дублируются. Такого не бывает. Я сейчас буду тасовать колоду. Вернее, я буду перебирать пальцами колоду, а вы меня в любой момент сможете остановить. В любой момент. Когда вы только пожелаете. Хорошо. Скажу стоп. Скажу стоп. Подснимите. Подснимите. Мастер изредка поигрывает между блюдами. Итак, я перебираю пальчиками, а вы мне говорите стоп. Начали. Стоп. Возьмите эту карту. Да. Покажите ее зрителю. Покажите ее зрителю. Друзья мои, вы видите, да, что это за карта? А маяк я этого дела не показываю. Теперь я прошу вас о драгоценном алмаз моего сердца. Разорвите эту карту пополам, то есть вдоль. Вот так вот? Да, вдоль. И еще раз пополам. Уже попереду. Извините, сорвался. Не удержался. Клочья. Я ее порвал в кулачки. Обратите внимание, секретов никаких нет у амаяка Копяна. Никаких секретов сегодня от друзей нет. Так, я прошу вас, будьте любезны, мне, пожалуйста, передайте эти кусочки. Но, и все-таки я и все-таки я настаиваю, один кусочек, один кусочек оставьте для того, чтобы мы потом смогли опознать вашу карту. Вашу карту. В руках ничего нет. Вот движение меня всегда радует. В этой руке ничего нет. Я аккуратненько сворачиваю платок и оставляю оставляю платочек вот здесь. Накройте его вилкой или рукой. Так, я ножиком накрою, хорошо? не убежали. Не убежали кусочки. Дальше я хочу Я смотрю так внимательно, что у меня даже Я хочу вас попросить о премногом мною досточтимый друг. Вот три баночки, как я уже сказал. Выбирайте. Выберите две справа или слева, либо одну, так, одну в центре. На ваше усмотрение. То есть, либо две, либо одну. Либо одну. Хорошо. Я вот по центру. Центру. Да. Значит, эти мы убираем. Так. Хорошо. Откладываем. Вот так вот. Это же ко мне поближе. К вам поближе. А теперь смотрите. Вот этот аксессуар вам знаком? Знаком, конечно. Эту банку выбрали вы. Так. Я отдаю вам этот аксессуар. Теперь, пожалуйста, в присутствии всех гостей, в присутствии наших обожаемых телезрителей, вскройте ее, пожалуйста. Я к ней не прикасался. Сим, салабим, ахалай, махалай. Открываем очень аккуратно. И не торопитесь, не торопитесь, пожалуйста, у премногого, но и досточтимые друзья. Открываем. Открываем. Открываем баночку, которую выбрали вы. Я выбрал. Открывается легко. Легко, да, да. Открывается легко и нежно, не прерывая сна. Сим, салабим. Ручки, пожалуйста. Обратите внимание, что находится в банке. Причем, посмотрите, со всех сторон банка действительно герметически запечатана фабричная упаковка. Я вот знал, что все-таки идиотом себя придется прочесть. Достаньте, пожалуйста, так, чтобы все видели предмет, который находится сейчас в банке. Дямой, смотрите. Теперь возьмите тот фрагмент, тот кусочек, который вы выбрали и оставили. И теперь посмотрите, как точно он совпадает с той картой, которая необычным образом появилась в нашей программе, в нашей банке за нашим праздничным столом. А вуаля. Фантастика. А здесь тогда что? А здесь давайте посмотрим о премногом недостаточномые друзья. А здесь сим, салабим, махалай, махалай и никаких, посмотрите, нет ни кармашков, ничего. Оставайтесь с нами, друзья. И вам будет счастье. Какой у вас праздничный стол? Это действительно интересно для наших зрителей, для меня. Вот что у вас на праздничном столе? На дне рождения? Что у вас на столе? Вы знаете, во-первых, я одинокий мужчина. Я давно живу один с мамой. Мама у меня очень пожилой человек. Мама, как я уже говорил, умела, любила встречать, принимать гостей. Это была красивая традиция. После того, как ушел папа, эту традицию мы крайне редко теперь продолжаем. Мы крайне редко собираемся. Мы собираемся вот таким узким кругом. Самые родные, мама, я, брат, ну, и все. Близкие родственники. А вот что предпочитают видеть на своем праздничном столе люди, которых мы остановили на улице, мы сейчас узнаем. Традиционно. Это оливье, икрабовый салат, баранинага. Оливье, селедка под шубой, курица жареная и картошка. В основном из салатов и композиции фруктов и овощей. Ну, их как бы всегда много. Это же все-таки праздничный стол. Ну, вот, друзья, сколько людей, столько мнений. А сколько мнений, столько праздничных столов. Больше ковечья. Так, все, сейчас я здесь уберу. Есть какой-нибудь продукт, без которого холодильник аморяка-копиана не может быть, в принципе? Что это может быть? Он всегда там есть, этот продукт. Вы будете смеяться, но этот продукт не в холодильнике. Я очень люблю печное, мучное, я очень люблю плюшечки, я люблю пироги. Как я вам завидую. Я люблю бабушкины, которые до сих пор никто не может печь пирожки с капустой с яйцами. Сегодня я ем только из маминых рук. Никто больше. Я не хожу в гости. А если какие-то гастроли, если работа... Ну, к незнакомому я вообще не хожу. Просто не хожу. А если в доме еще и животные есть, там кошки, собаки, все, я буду стоять в тамбуре. А если на гастролях, как вы обходитесь, если вы уезжаете где-то, или вот у вас нет возможности доехать до дома, дома поесть? Ну, на гастролях со мной там мои ассистентки любимые, они занимаются... Спасибо большое. А что это? Они занимаются... А поскольку я неприхотливый человек, неприхотливый человек в пище... Это шеф-фор нашего ресторана. Вадим. Да? Да. Все четко. Да, да, да. Вадим. Вадим, расскажи нам, пожалуйста, что это такое? Я вижу сверху сыр. Внутри-то что? Да, запеченную щуку с картофелем, грибами, мятой, базиликом и сливочным соусом. Какая прелесть. Начинаем готовку. Значит так, филе щуки панировать в муке и жарить на растительном масле до почти готовности. Грибы с луком обжариваем и выкладываем на филе рыбы, посыпаем зеленью. Выкладываем каперсы, заливаем блюдо соусом бешамель и засыпаем тертым сыром. Запекаем в духовке на 200 градусах 15 минут. Четверть часа истекли, кулинарный шедевр готов. А подается щущее филе запеченное с не менее печеным картофелем и соленой щучьей икрой. По-русски богато и прямо дико вкусно. Спасибо. Спасибо огромное. Попробуем. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. По поводу сыра. Да. Мужчина приходит на рынок и говорит, слушайте, я только что купил у вас швейцарский сыр, пришел домой, а это же голландский сыр, оказывается. Он говорит, слушай, дорогой, ты что, с ним разговариваешь, что ли? Да, разговариваешь. Вот, возвращаясь к пирожкам, как умудряетесь вы при такой любви к печеному сохранять, к мучному сохранять форму? Раскройте секрет. Немного не ем. Ну, вот мне хватит одного пирожка, чтобы это все... Вот бывает так, что складывается день, что я в течение дня просто не кушаю. Вот я завтраку очень плотно, завтраку всегда. Не бывает такого, чтобы я куда-то поехал, там, в три часа... Не по завтраку. Ночью, четыре, пять, шесть утра, не по завтраку. Такого не бывает. Я завтрак очень плотно. Что входит в завтрак? Ну, я очень люблю вареные яички. Я люблю свою... в своем исполнении яичницу, которая называется солнечная лесгинка. Ряженка обязательно присутствует у меня, обязательно. Я очень люблю бутерброды с сыром, с разным сыром. Но между тем, я должен сказать, что рыба-то, на самом деле, фантастическое. Рыбачок, ты на что там ловишь рыбку, а? Он говорит, на червя. А на десятку червей не пробовал? Вот мне с этим проще. В общем, короче говоря, у драгоценного алмаза моего сердца быстренько показываю очень простой фокус. Я сейчас, я сейчас буду тасовать медленно карты. Так. А вы меня в любой момент остановите. Хорошо? Подснимите, пожалуйста. Отлично. Отлично. Итак, я тасую, вы мне скажите стоп. В любом моменте. Стоп. Как? Все? Запомните эту карту. Уважаемые зрители, вот драгоценные алмазы моего сердца. Сейчас я попытаюсь найти вашу карту. Сим Салабим, Махалай, Махалай, Абра, Кадабра. Это ваша карта? Нет. Не она. Такое тоже бывает. Сим Салабим, Махалай, Махалай, Абра, Кадабра. Сим Салабим, Махалай, Кадабра. Восьмерка треф. Это ваша карта? Нет. Нет? Нет. Вот тут-то я и взываю к помощи. Я зову Золотую Рыбку, и она обязательно должна выполнить ваше желание. О, премного многих статей. Сим Салабим. Да зачем всю пачку? Нам нужна только одна карта. Рыбка берет одну карту, произношу ваше Сим Салабим, Махалай, Махалай, Абра, Кадабра. Дорогие хозяйки, если вы захотите приготовить в домашних условиях салат с языком, обязательно обжарьте его на сливочном масле и в конце добавьте сарусу, что это придаст блюду, придаст именно языку насыщенный вкус. Амняк, если вы все-таки моему вкусу доверяете, мы в нашей программе создаем кулинарную книгу от нашей программы. Я вас прошу вот здесь внизу оставить авторок, чтобы вы здесь были. На память в нашей программе. Будьте так. вкусно. На слове вкусно я оставил свой автограф. Спасибо. Спасибо. Амняк, я должен вам сказать огромное спасибо. Было безумно интересно. Вы такой интересный рассказчик. Вам спасибо, драгоценные алмазы моего сердца. Встретились, два колокольчика, пообщались, поговорили, один другому говорит, ну ладно, созвонимся. Ну что ж, друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Но поверьте, все самое интересное будет в наших следующих программах. Всего вам вкусного и доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова